На минувшей неделе области Восточной Украины, где прошли референдумы об отделении от Киева, завели разговор об объединении друг с другом, а затем, глядишь, и с Россией. Для новой географической единицы предложено даже общее название – Новороссия, о которой первым совсем недавно вспомнил Владимир Путин. Впрочем, результатов голосования официально не признал никто. Киевские власти, Соединенные Штаты и Европейский Союз считают действия сепаратистов противозаконными. Министерство иностранных дел России лишь заявило, что на исход голосования стоит обратить внимание. О будущем виртуальных республик в суровой российской реальности задумалась Мария Гордон. Свобода, равенство и братство. Власть советам, земля крестьянам, мир народам. Как романтичные гуманны бывают революционные лозунги, и как часто по прошествии времени все это очень плохо заканчивается. Итак, два восточно-украинских областных центра объявили себя Донецкой и Луганской народными республиками. Что их ждет? Вряд ли они серьезно рассчитывают на независимое существование, хотя их лидеры активно формируют органы власти и пытаются добыть денег испытанными революционными способами, пугая банки, шантажируя местных бизнесменов и останавливая инкассаторские машины. Они готовы бороться с киевской хунтой, а именно такая сейчас принята терминология, и ждут официальной поддержки Москвы. Масштаб неофициальной поддержки пока не ясен, но прослеживается. Не появились же сами собой избирательные участки Донецкого и Луганского референдумов в российской столице. Мы желаем, чтобы нет фашизма и чтобы все люди жили в мире и без всякой киевской хунты. А пришли мы сюда свою волю изъявить, так как мы сейчас находимся не на родине, а в Москве в данном случае. Поэтому нам не безразлична судьба Донбасса и Малороссии. В то время как ООН, ЕС и США в один голос назвали референдумы фарсом и анархией, они, как ни в чем не бывало, прошли в России. Неизвестно, кто и каким образом считал голоса. По цифрам, опубликованным в Донецке, через три часа после окончания голосования, получается, что организаторы обрабатывали по 358 бюллетеней в секунду. Зато у народа был повод порадоваться результатом. Радовались на площади Ленина человек 250. А по данным сепаратистов, за независимость высказались 85% проголосовавших в Донецке и 92% в Луганске. Скептики тут же сделали выводы. Цифры вполне понятны. Инакомыслящие на участке просто не пошли. Ну вот отзвучали праздничные салюты. Самопровозглашенный спикер Верховного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин делает важнейшее заявление. Он обращается к Москве с просьбой принять новую республику в Российскую Федерацию. И что делает Москва? Не слышит. Аксенова услышала из Крыма. А Пушилина из Донецка? Нет. Что ж, всяк сверчок, знай свой шесток. Я не слышал о официальном поступлении такой просьбы, хотя в средствах массовой информации об этом очень много говорилось. Москва не готова взять на себя ответственность за жизнь и здоровье жителей Донецка и Луганска. Киев хотел бы, да не может. Антитеррористическая операция захлебывается на подходах к Славянску, маленькому городку в Донецкой области, который неожиданно превратился в столицу юго-восточного сопротивления. За прошедшую неделю украинским солдатам удалось взять телевышку, вещавшую на Славянск и Краматорск. Там больше не смотрят российское телевидение, однако конфликт набрал собственные обороты. Людей в камуфляже и масках уже не уговоришь сложить оружие. Пока они получили независимость, которую избрал, неизвестно какой процент населения. И уже определились лидеры восстания. Это премьер-министр так называемой Донецкой республики Александр Бородай. Московский политтехнолог из президентского аппарата, переговоры которого с пророссийскими боевиками были недавно перехвачены украинскими спецслужбами. Сам он сказал, что пленка сфасифицирована. Это спикер Верховного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин, бывший функционер печально известной финансовой пирамиды МММ, бизнесмен. Это бывший десантник Валерий Болотов, луганчанин, неформальный командир народной армии Юго-Востока. Значится в санкционном списке Канады. Это Павел Губарев, бывший рекламный агент, объявивший себя в марте народным мэром Донецка и после того арестованный официальными властями. Его недавно освободили из киевской тюрьмы, обменяв на попавших в плен украинских офицеров. Сейчас он хозяйничает в Славянске. Эти пандеровские тараканы повылазили из своих нор и щелень. Это Вячеслав Пономарев, соратник Губарева и народный мэр Славянска, бывший хозяин маловаренного завода. Данные в интернете о нем противоречивы и на политика он малопохож. Эти люди сейчас, до прихода армии, любой из них, пытаются управлять территорией, где живет около 7,5 миллионов человек. Остается только уповать на то, что это управление продлится недолго. Мария Гордон. Специально для Эхо-недели. Телекомпания «РТВАЙ».